Точки соприкосновения Точки соприкосновения В мифологических представлениях многих народов присутствует образ волка. Мифы и сказки, конечно, не имеют даты, и мы не знаем, какой образ возник сначала доброго или злого волка. В этом мы сегодня попытаемся разобраться с этнологом Ноной Кобалия. И поговорим о том, в какой форме представлен тотем волка в мифологии и преданиях наших народов. В мифологии всех народов, в том числе грузинского народа, народов Кавказа, волк носит двуликий характер. Это двуликий образ, потому что, с одной стороны, он воспринимается как добродетель, как символ чести, воинственной доблести, военной доблести и так далее. И, во всяком случае, он приносит добро людям хотя бы тем, что существует в его лице образ настоящего сильного мужчины, сильного человека, без которого невозможно защитить свою землю, свой очаг и так далее. А по другим восприятиям это символ злости, символ того, что волк ради своих интересов может пойти на всё, и оттуда и есть в грузинской жизни тоже выражение жить волчьими законами, что носит негативный характер. В грузинской мифологии представлен образ волка. Смотря что мы возьмём в точку начала разговора нашего грузинской мифологии, во всяком случае, в первые века, когда создавалась мифология, образ волка, культ волка был непосредственно связан с культом Луны. Он считался животным, животным ликом за морфемой Луны. Луна, в свою очередь, была связана с культом божества плодородия, и имея женское начало, во всяком случае, в грузинской мифологии, Луна была в первую пору матерью, а не отцом, а потом стала отцом, а не матерью. Но, во всяком случае, это всё было связано с культом плодородия, и в этом и есть одно из восприятий, лежит одно из восприятий грузинского народа, что волк – это, прежде всего, доброе существо. В Грузии всегда почитали волка, и это осталось до сих пор. И его нельзя почитать, потому что у него, как мы говорили, очень много такого, чего бы надо было научиться людям. В первую очередь, это воинственный характер. Но воинственный характер направлен не против добра, а, наоборот, против зла. И неудивительно совершенно, что нашего любимого царя, царя, почитаемого уже более 15 веков, с V века, Бахтангур Гасали, носил имя как раз, прозвище вернее, нарекли его царём с волчьим ликом. Это идёт от того, что, если сказать примитивно и так без мифов, он, правда, действительно носил шлем с изображением волка и льва. И когда он появлялся на поле боя, по легенде, все убегали, настолько они были страшны, этот волк и лев на его шлеме. И ещё страшнее был сам Гургасали, которому они придавали свою силу. Точки соприкосновения Вот опять же, по информации специалистов по Северному Кавказу, карачаевцы и балкавцы также наделяли волка сверхъестественными свойствами. Волк способен противостоять злу и злым духам. Также в нардском эпосе богатырь Ерумек встречается с чертями в облике людей. Эти приглашают нарта станцевать с их девушками, но просят его скинуть волчью шубу. Тот не соглашается. Страх чертея перед волком так велик, что девушки взвизгивают, едва их касаются полушубой нардского героя. Но вы нам уже рассказали про нашего царя и про то, как его прозвали. Но повстречать в пути волка, например, у тюрков Кавказа считалась добрая примета, а встреча с зайцем была, например, предвестником неудачи. Это тоже идёт из культа война, потому что всё-таки заяц ассоциируется со страхом. И ещё один момент. Человеку подозреваемому в воровстве давали в руки зажженную волчью жилу или заставляли его перепрыгивать через неё, полагая, что если подозрения обоснованы, у вора начнутся корчи, он распухнет и умрёт. Возвращаясь к теме, волчьи атрибуты использовались тюрками Северного Кавказа в лечебной магии. Ещё одна сторона этой темы. Больного ребёнка протаскивали под пастью или под шкурой волка. После этого к люльке подвешивали кусочек шкуры, косточку из волчьей пасти, просверлённый волчий алчик. Сплетали из волчьей шерсти косички вместе с просверлённой волчьей косточкой и когтями привязывали к перекладине колыбели. Есть ли по нашим преданиям какие-то атрибуты такие использовались в лечебной магии? Да, есть такие сведения, но я бы вернулась к тому, что со временем более усилилось восприятие волка негативные тенденции, и теперь в нашей магии, в национальной магии, так сказать, части тела волка, шкура волчья и так далее, сам волчий зуб считаются как атрибутами для ведьм. И даже наши ведьмы, не только наши ведьмы, пересаживаются, садятся на волка и так летят на свои орки. Так же и у абхазов, между прочим. Это про рукапы в грузинском, а рукапы в абхазском. Теперь у осетин сказание о волках. Родоначальником нартов был уархак, как есть в преданиях, что означает волк, именами сыновей-близнецов у архага и хсара и хсар-тага осетиной сегодня называют своих сыновей. Как оказывается? Вообще-то мы привыкли к тому, что сразу хватаемся за античные сведения, но эти античные сведения опираются на то, что они видели в Грузии и в Абхазии в том числе. Братья Диоскоры, они тоже вскорблены волчицей, так как и Ром и Ромбулус, например. И это осталось. Вообще мы волка, я сказала, что воспринимали больше раньше с позитивного угла, с позитивного точки зрения. И то, что мы отожестяли его женским началом, шло от этого, потому что она была кормилицей наших героев и, кстати, охотников тоже. И самый большой охотник за человеческую добродетель, за огонь и так далее, и так далее. Наш Амиран и Ромбулус, тоже самый Абхазский, они всегда в этом эпохе всегда присутствуют волки тоже, потому что дали в грузинской мифологии мать Абхазского, и грузинского Амирана, и мегрильского Арамхуту. Она под собой, под рукой всегда имела волка, как помощника. Точки соприкосновения. Это была передача «Точки соприкосновения», которая выходит в эфир в рамках проекта радио Атинати. Тотем волка в мифологии и преданиях. На эту тему мы сегодня говорили о передаче в рамках рубрики «Культура и традиция». Нас можно услышать по интернету по адресу www.radioatenati.g и посмотреть одноименную страницу в Facebook. Вела передачу Майя Пипя. Всего доброго. Мы ищем точки соприкосновения на пространстве, где можем пересекаться. Оно разнообразное, далекое и близкое, понятное и непонятное. Повседневность, медиа, культурное наследие, что актуально для наших общественностей. Мы и дальше будем искать точки соприкосновения. На прежнем месте в эфире радио Атинати. В понедельник, среду и пятницу. 16.16.